Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня мы поговорим об опунции, но не об уходе, а о ее прошлом. У этого кактуса очень интересная история. Опунция, любимое многими мексиканское растение, за пределами родины почти везде создает проблемы. Она хорошо приспособлена к жизни в засушливом климате и вырастает до 3 метров в высоту, образуя буйные, непролазные заросли. Овальное образование размером с обеденной тарелки не листья, а уплощенные стебли, запасающие воду. А листья превратились в зловещие шипы для отпугивания травоядных. Восковое покрытие уменьшает испарение и придает этим кактусам приглушенно-серый-зеленый цвет. С молодых стеблей застригают острую защиту, рубят их и варят, чтобы сделать мексиканский гарнир. Ацтеки называли опунцию богиней солнца. Плоды, созрев, приобретают приятную матовую поверхность теплого оттенка, от абрикосового до пурпурного. Защищены они глохидиями, пучками очень маленьких и тонких колючек, которые очень легко впиваются в кожу человека и вызывают невыносимый зуд. Мякоть плода бледно-золотая или винно-красная, сочная, роскошно-заманчивая. На вкус опунция неожиданно сладкая и напоминает дыню. Кактус, тем не менее, повлиял на культуру настолько, что его изобразили в центре мексиканского флага. Дело в маленьких червецах мексиканской кашенели, которые живут почти исключительно на подушках опунции и сосут ее бесцветный сок. В маленьких телах этих насекомых производится и хранится карминовая кислота – невероятное огненно-красное вещество, которое защищает их от муравьев, птиц и мышей. Уже минимум 2000 лет назад жители Центральной Америки красили кашенелью ткани. Ацтеки с большим упорством разводили и самих насекомых, и картусы, и разработали сельскохозяйственную систему, которая сохраняется в Мексике и Перу до сих пор. В колонии женских особей насекомых методично распределяют с подушечки на подушечку банальной кистью, а потом собирают, сушат и измельчают. Чтобы получить килограмм кашенели, требуется более 130 тысяч насекомых. Когда в XVI веке в этих местах появились испанские завоеватели, они были поражены сногсшибательными, невыцветающими тканями ацтеков. В Европе красные красители были не такие яркие, ужасно дорогие и сложные в употреблении. Не стоит удивляться, что кашенель стала прибыльной статьей экспорта, уступающей только серебру и золоту. На алый цвет полюбили королевские семьи и мастера эпохи Возрождения. Алые тюрбаны и плащи стали символом успеха. Оливер Кромвель выбрал кашенель для мундиров английских солдат, а в начале XIX века ей окрасили полосы первого звездно-полосатого флага, который вдохновил автора государственного гимна США. В 1860 году Гаспаро Кампари с помощью кашенели придал характерный оттенок своему недавно изобретенному напитку. Испанцы были одержимы сохранением монополии и два столетия скрывали источник кашенели. Когда правда наконец вышла на поверхность, европейские державы попытались воспроизвести процесс в своих колониях. Кактусы и насекомых начали контрабандой вывозить из Мексики и внедрять по всему миру и с катастрофическими последствиями для окружающей среды. В 1788 году, например, губернатор нового южного Уэльса завез опунцию и кашенель в Австралию. Что могло пойти не так в стране с обширными засушливыми территориями? Разве она не идеальна для кактусов? Разборчивые насекомые, скурпулезно выведенные для мексиканских условий, не смогли выжить в новом доме. Кактус стало некому есть, и он начал распространяться как сумасшедший. К 1925 году опунция захватила 260 тысяч квадратных километров ценных пастбищных земель. Чтобы остановить наступление, люди применяли всевозможные меры. Кактусы рубили, выжигали, тратили тысячи тонн кошмарных соединений мышьяка. Ничто не помогало. В конце концов, было найдено перспективное биологическое оружие. В Австралию привезли близкородственные кашенели насекомые, поедающие опунцию. В конце 1920-х годов началась общенациональная кампания по внедрению трех миллиардов яиц стойкой мексиканской бабочки с ободряющим названием «огневка кактусовая». Ее красивые гусеницы с оранжево-красными полосками в ходе эволюции приучились обедать расплодившимися растениями. В маленьком городке Бунарго в Квинсленде теперь можно увидеть мемориальный холм в честь этой бабочки, напоминание о том, какую благодарность и облегчение испытывало тогдашнее общество, а также об опасностях чужеродных видов. К сожалению, опунция, разрушающая инвазивно во многих странах, а бабочки, так эффективно справившиеся с австралийской проблемой, сами начали угрожать другим видам кактусов в некоторых регионах мира. К 1900 году на смену кошенели пришли синтетические красители для ткани, но в пищевой и косметической промышленности ее продолжают широко использовать как безопасный для здоровья вариант. Кошенелевый краситель, часто называемый кармином, можно встретить во многих сладостях и безалкогольных напитках, особенно в насыщенной губной помаде, с сияющем напоминании о богине солнца. Спасибо за просмотр, поделитесь ссылкой на видео со своими друзьями. У меня на сегодня все, я прощаюсь с вами и до новых встреч!